Наш успех заключается в том, что мы именно нашли растения, которые уже изначально устойчивы на том уровне, который требуется для сохранения сорта. С 2012 года ученые Башкирского аграрного университета возрождают знаменитый репчатый лук из Иглинского района. В прошлом веке этот сорт можно было найти не только на рынках СССР, но и за рубежом, например, на Кубе. Пропал уникальный башкирский овощ из-за того, что выращивать его стало дорого. В результате, может быть, были моменты, когда нам в какой-то период было сложно произвести дешевую продукцию, как вы говорите. Применение дополнительных мероприятий увеличивается без стоимости. Это отражается на конечной стоимости и получении прибыли. Поэтому бизнесу невыгодно покупать изначально дорогую продукцию, им важна конечная прибыль. Поэтому начинаются поставки из других регионов, может быть, даже из-за рубежа. Иглинский-2. Так назвали возрождаемый сорт башкирского лука. В результате исследований выяснилось, что он хорош высокой урожайностью, долгим сроком хранения, а также переносимостью их климатических условий, будь то засуха или повышенная влажность. Я вам сейчас покажу лук, который хранится больше двух лет. Польза этого лука плотная в луковице. То есть, когда биться будет или еще что-то, выдержит. Чем славился башкирский лук? Основное заболевание у него шейковая гниль и бактериальная гниль. Вот наш сорт имеет устойчивость к ним. Мне, как одному из авторов, нравится то, что лук классический, стандартный, у него 85 грамм. Но как только вы уделите внимание плодородию почвы, то есть вы нечете дополнительные затраты, или же наоборот, у вас уже изначально почва плодородная, то наш лук может сформировать луковицу до 275 грамм. Причем он не будет терять своих качеств. Так, это уже практически выросшее, можно выдрать. Да, уже созревание у него идет, уже можно это. Посмотрите, какое это. Что мне нравится в нашем сорте, лук не просто лук, он красивый. Десятки лет назад Иглинский колхоз «Победа» зарабатывал на луке около 100 тысяч рублей в год. Поэтому ученые уверены, что разведение возрожденного сорта пойдет на руку всем, как бизнесу, так и популярности самой башкирии. Нужна защита местных производителей, конечно. У нас пока это слабовато. Тоже нам нужна поддержка и финансирование, потому что на этапах размножения это трудоемкие затраты, сложно. А так, если мы сможем развернуться, то, я думаю, у Иглинского района и у Республики Башкортостан появится свой новый бренд. Лук. Репчатый Иглинский 2. Я думаю, спокойно сможем выйти на международный уровень, если пройдем испытания. Сейчас Иглинский лук проходит испытания на грядках Башкирии, Челябинской области и Кургана. Также семена исследуют на однородность и стабильность в Тамбовской государственной сортоиспытательной станции. Уфимские ученые подали заявку на регистрацию сорта и патент в Госсорткомиссию России. Ну а возродится ли луководство в Республике, зависит от того, получат ли ученые поддержку от местных властей. Нам же оказывают поддержку ректор вуза, декан факультета, коллеги. Постоянная помощь ведет, потому что сложно. Иногда унывать начинаешь. И вперед, вперед, вперед. И когда за спиной стоит вуз, все-таки выводить сорта легче. У нас сейчас новые лаборатории появились. Мы сейчас можем, если вдруг какие-то новые требования какие-то появятся, у нас появляются новые вредители, у нас появляются новые болезни. По крайней мере, в существующей лаборатории, которая у нас есть, мы сможем решить этот вопрос. Ну а вот у селекционеров рядовых, которые местные, уже такой возможности нет. И самое основное, конечно, это финансирование. Нам бы тоже целевые гранты не помешали. Тогда мы бы быстрее смогли бы размножиться. Претендовать на грантовые средства ученые смогут после регистрации сорта. Получив финансирование, в Башкирии могут появиться специальные хозяйства, где будут выращивать лук. Эльнара Хасанова, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.